Приветствую вас на нашем канале, посвящённому ремонту кортик своими руками в данном видео. Ещё раз хочу рассказать, как работал на фирме и почему лучше работать, выбирать людей, которые работают сами на себя, а не на фирму, и которые делают всё сразу сами, или в одиночку, или по максимуму два человека. Работал, когда на фирме, вот там знаете, как люди работают. Приезжает начальник, берёт предоплату, допустим, 50%. Потом он набирает людей, да, кидает на объект. И как правило, люди сидят, да, вот там привезли какой-то материал, вот они там что-то делают. Сделали, допустим, стены, штука, которые раз, материала не хватает. Они начинают ждать, там чаи-то гоняются, сидят, ждут материал, там день, два, когда неделю ждут. Ну, потому что деньги-то уже куда-то поушли с этого объекта, там, может быть, другой там достраивает. Денег пока там или нету, но это как правило. Ну ладно, наконец привезли материал, наконец там стены заштукатурили, заштукливали, уже надо обои клеить, или там кафель уже начали клеить. А тут пришли сантехники. Ну, до этого они были на другом объекте, а тут вот они наконец-то появились, освободились, вот пришли на этот объект. Начали трубы там переваривать, перепаивать, что-то надо где-то штробить, там, где уже заштукатурено. Или там приходят электрики и начинают там розетки раскидывать, там, дорубить, штробить все стены, когда они уже, грубо говоря, уже под шпаклёвкой стоят. Вот это вот постоянно вот так вот там происходит на фирмы. Я не знаю, я ни одной не видел нормальной фирмы, где действуют параллельно, то есть штукатурят стены, тут же кидают электрику, потом все это шпаклюют. То есть вот везде вот постоянно вот это вот, не знаю, такой это идиотизм, просто я не знаю, как это назвать. Вот я на пяти или на шести фирмах работаю, это везде одно и то же. Одна фирма, помню, называлась «Ремонт без Валидора» в Красноярске. Мы там, ну я тогда ещё не учеником уже, как бы, ну так уже сам по себе работал, но в основном вот с января, где-то с февраля по март-апрель, это вот такое время, когда работали по отделке, как правило, ну и там по другим вот там строительным работам, внутренним. там мало очень работ, и чтобы там самому по себе найти работу, то надо уже быть хорошим специалистом, чтобы люди обращались. И вот в это время уходишь, знаете, на фирму там месяца, ну два-три, чтобы это пережить в это время, и там работаешь. Ну вот я там работал на фирме, это ремонт без Валидора, женщины делали ремонт. Она реально там сидела на Валидоре после этой фирмы, то есть там постоянно то материал мне привезут, то одно, то другое. Она там ещё жила в этой квартире, ну это просто, вот нам её, честно, было жалко. Ещё ей с нами повезло, что мы там, как бы, делали это нормально, ну просто делать, когда не из чем, ну чё там сидишь, ждёшь, в бару пинаешь тоже. Ну то есть вот постоянно вот это вот, какая-то, ну неправильно это всё. Я вот почему, когда сам начал, вот у меня, когда я набрал людей, да, у меня они работали тоже, у меня вообще такого не было. То есть я всегда закупался, причём я уже вижу, я закупаю материал сразу, допустим, процентов 70-80 на весь объект. То есть ну я уже прям по стенам вижу, сколько надо штукатурки, сколько шпаклёвки, сколько клея для крафеля. Палый, чем выиграл. Я уже так просчитываю, чтобы, как сказать, чтобы ты ещё закупил материал, допустим, в основном где-то два раза закупаешь или три, то есть если объём большой, потому что тоже, чтобы не было, что ты завариваешь всю квартиру, и потом там работать негде. А так получается, ты объём какой-то взял материал, допустим, там штукатурку, если он заштукатурил, место освободилось, ты завёз другого материала. То есть люди работают постоянно, и они не ждут. То есть кто занимается вот этими делочными работами, кто именно сам создаёт фирму, он должен вот это понимать. Но он это понимает только, когда он сам в этой сфере проработал. Ну невозможно вот прийти с института там, как вот. Вот почему, мне кажется, вот у нас вот в государстве вот эта вот вся эта дурь какая-то во всём, вот ничего не возьми. Потому что приходят люди, раньше как вот в СССР, ты там проработал 20 лет на предприятие, тебя там, не знаю, там 5-10, тебя мастером поставили. Потом тебя постепенно поставили там какое-то там руководящие начальство, там ещё куда-то. А сейчас приходят, грубо говоря, пацан из института, и вот тут же ставят куда-то на руководящую должность, особенно если он там какой-нибудь маменький, папенький, сынок. И он там начинает что-то руководить. Понятно, что бездарно и тупо. Вот по-другому я не знаю, как это сказать. Ну как может человек, который вот в этой сфере, он ничего не понимает, как он может руководить? Ну для этого нужен какой-то опыт. Опыт, чтобы руководить предприятием. Рано там, если почему-то людей не много. Ну страдают только эти люди. Когда там сто, двести, триста человек или там когда, не знаю, там... Ну ладно, в политику не буду вдаваться. Ну как бы вот так вот. То есть получается... Чего-то отошёл от темы, даже забыл про что и говорил. То есть получается вот на фирмах, да, когда вот кто создаёт эти фирмы, эти люди должны понимать или хотя бы как-то прислушиваться, или не знаю, что нужно. Нужно закупать материал сразу и в нормальном объёме, чтобы была работа. Нужно, чтобы работы выполнялись параллельно. Если электрика, допустим, и выравнивание стен или там выравнивание пола, то это должно вестись параллельно, а не после того, как уже всё готово, и приходят вот там электрики и начинают всё это раздаргивать, когда уже там обуины клеены. Или там потолки приходят тянуть, когда ещё всё грязно. Ну натяжные, допустим, потолки приходят, вот всё пыль, грязь, они начинают тянуть потолки. Понятно, что вся эта пыль, грязь она на потолке потом осянет. То есть уже всё должно быть чисто. Когда ты этим занимаешься сам лично, и когда ты в этой сфере, ты это всё уже знаешь, ты это всё просчитываешь. Когда, как на фильмах, это всё как-то так делается. Ну, в общем-то, наверное, и всё, пока. Заходите на мой сайт evoremon.ru, заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.